Новые колокола впервые звучат в Барабаново. Сегодня особенный день в деревне. Буквально восстановили историческую справедливость. В церкви Параскива Пятницы вновь установили все семь колоколов. После службы и освящения их занесли в звонницу. Вообще освящение, поднятие колоколов в идеале должно проходить один раз в жизни храма. Но советский период, так скажем, вырвал язык у нашего храма. И до недавнего времени, до мая 16-го года у нас не было колоколов. Этой церкви уже 160 лет. И за свою историю она пережила царскую Россию, потом советские годы, тогда здесь был склад зерна. И только в 1986 году ее вернули людям. Теперь она входит в список объектов культурного наследия. И три года назад общими силами прихожан и спонсоров церковь начали восстанавливать. Соорудили алтарь, повесили иконы, дошло дело и до колокольни. В 2016 году в церкви установили самый главный колокол – благовест. А сегодня к нему добавились еще шесть. И в деревне впервые за 100 лет услышали священный звон. К слову, не обошлось и без происшествий. Накануне язык для самого большого колокола, который ехал к нам из Новосибирска, потерялся в багаже и улетел во Внуково. Но все-таки его успели доставить в церковь вовремя. Помогают в восстановлении церкви и Красноярский байкерский клуб. Говорят, что нашу историю нужно беречь и сохранять. Я на самом деле человек нерелигиозный. К религиям отношения абсолютно спокойные. Я не крещеный, но к этому объекту мы подошли с точки зрения восстановления памятника архитектуры. Потому что я считаю, что без прошлого нет будущего. Поэтому все объекты, которые связаны с нашей историей, нужно сохранять и беречь. Теперь в планах организаторов полная реставрация. Они намерены вернуть церкви первоначальный исторический облик. Софья Питеркина, Александр Тропин. Новости ТВК.